Дмитрий Волошин В этот прекрасный день праздничный в первую очередь слова благодарности выразить вам за вашу работу, за ваш труд, за те результаты, которые сегодня мы видим, получили. Благодарны вам высокого качества работы организованно под вашим руководством. И, конечно же, те знания, которые наши дети получают, это наше будущее, безусловно, то, на что мы будем опираться в дальнейшем. Высокое качество работы и, как следствие, высокая успеваемость. В этом году 16 школьников заработали 100 баллов на едином государственном экзамене, а еще 123 закончили обучение с медалями. Успех некоторых из них в буквальном смысле – дело рук Веры Ремезовой. Учитель русского языка и литературы умеет найти подход к детям и уверена – все получится, если педагог горит своим делом. Если учитель ходит на работу с удовольствием и это его окрыляет, это прекрасно. И я желаю учителям и молодым, и опытным крыльев за спиной и постоянного творческого полета. В таком творческом полете уже полвека прибывает и Людмила Кациф. В этом году учитель физики удостоилась звания почетный житель городского округа. Казалось бы, задача максимум выполнена. За плечами сотни успешных выпускников, учительская и директорская карьера, разработано несколько уникальных образовательных проектов. Но нет, останавливаться, говорит Людмила Еликовна, слишком рано. Я провела шесть уроков с превеликим удовольствием. Затем у нас был концерт, организованный силами старшеклассников. Великолепно, настолько творческий, такой креатив, прям удовольствие. Чувствую, что не зря работает учительство. Самая большая благодарность для всех учителей, как говорят они сами, это, конечно, не поздравления с праздниками и даже не пятерки в дневнике. Важно, чтобы дети искренне интересовались предметом и понимали педагога. Тогда успех неизбежен. Нина Липанова, Вильфред Демковский, Новости, Химки ТВ.